Хе-хей! Вот и завершился конкурс по созданию игр, которые мы проводили совместно с Unity 3D School. И прежде чем я назову победителя, смотрите, как и кем он определялся. Все участники добавили свои творения в каталог игр на сайте unity3dschool.ru. В этом каталоге участники делились мнением, писали о багах и делали предварительные оценки. Но! Голосование в каталоге анонимное, поэтому было решено провести дополнительное голосование вконтакте. Благодаря опросам мы смогли определить лучшего разработчика народным голосованием. К слову, участники оценивали игру по следующим критериям. Идея игры, качество графики, удобство геймплея, элементы UI и наличие багов. А также по трём обязательным требованиям, которые выдвигались постепенно в процессе разработки. Добавление логотипа Unity 3D School.ru как элемента игры, добавление юмора в игру и добавление пасхалки. Каждый день проходило голосование по одной конкретной игре, а для мотивации участникам давали 5 баксов за голосование в день публикации и опроса. Итак, итоги. 12 человек из 22 участников, которые прошли конкурс, уложившись в срок, и показали достойный результат после одного месяца обучения. Обратите внимание, что все эти игры сделаны теми, кто до этого ничего не знал в геймдеве, и большинство из них от 10 до 16 лет. На 12 место зацепилась игра Usual Day in Space. 2,84 балла. Концепция игры – отбивать атаки на своём космическом корабле. У игры есть мелкие баги, но вполне играбельная, и графика нарисована автором лично. Чуть лучше оказалась игра под названием Minutes of Madness. На 11 месте и с результатом 3,06 балла. Тут всё куда проще. Оставайтесь на платформе как можно дольше, избегая падающих камней. А оставшееся время вам покажет шкала снизу. Игрушка простая, но вызов она бросает. Десятое место, честно присудили игре Анозра Реалити. С итоговым результатом 3,12 балла. В этой игре вам предстоит путешествовать по новому миру в роли учёного, и пытаться найти дорогу домой через портал. Игра имеет незначительные баги, но имеет вполне неплохой потенциал. Девятое место, завоёванное игрой Докс Адвенчур. С результатом 3,26 балла. Вы играете за одну из геномодифицированных собак, которой необходимо пройти все испытания и доказать, что она действительно является самой лучшей из них. Графика игры полностью нарисована автором самостоятельно. Восьмое место открывает Режур Хант, результатом 3,37 балла. Немного необычный платформер, где вам предстоит искать сокровища и выполнять задания различных NPC. Незначительные недоработки и авторская графика получили одобрение от участников конкурса. Так же как и необычный сценарий. ТОП-7 начинает Away From Dark, которая набрала 3,38 балла. Одна из более-менее масштабных игрушек на конкурсе с посещением различных мест, боёвкой и диалогами. Авторская графика и махание мечом сделали своё дело. На шестом месте удобненько пристроился Piece of Gold с результатом 3,4 балла. Простенький платформер, без сложного сюжета и особых заданий. Минимализм во всей красе. Тем не менее, тут есть выбор персонажа, за которого вы можете играть и собирать монетки, на которые купите себе новых персонажей, свойства или дополнительные жизни. Пятое место оккупировала одна из самых достойных игр, на мой взгляд, Dark Solid. 3,47 балла. Погрузитесь в тёмные подземелья, встречайте других персонажей, которые дадут вам советы или предупредят об опасности. Приятная пиксельная графика и атмосфера входят в комплектацию. Почти топовое четвёртое место заняла игра Raw Bot, набравшая 3,56 балла. Ваш персонаж, как вы поняли, маленький робот, меняющий свои свойства в течение игры. Именно за него вы будете решать множество головоломок. Пиксельная графика, которую автор рисовал сам и необычный сюжет, вывели игру на достойную позицию. Топ-3 ворвалась игрушка Battle of Robots. 3,58 балла. Ещё один робот, преодолевающий трудности жизни и избегающий ловушки, верно идущий к своей цели. Простая авторская графика и удобненький геймплей помогли завоевать место. С ноги на второе место вылетает игра Souls, заимев 3,8 балла. В игре вам предстоит вылечить тяжелобольного пациента и успешно создать новые лекарства. Играть вы будете за микроробота, уничтожающего вредные клетки внутри организма. С каждым успешным сражением появляются новые лечебные препараты и состояние пациента начнет улучшаться. Очень и очень неплохо. Ноу делала всех девушка с игрой Worldwide Delivery, набравшая 3,91 балла. Классика. Пушистый курьер, доставляющий посылку в нужное место через тернистый путь. Яркая, неплохая графика, соответствующая всем требованиям и сам геймплей вызвал наибольший интерес среди участников. Что ж, поздравляю. Как видите, участники не щедрились на хорошие оценки, довольно жестко оценивали других разработчиков, отвечали плохим баллам на плохой балл. Но даже в таких условиях у нас есть победитель Анна Лапа. Именно она получит главный приз в размере 100 долларов. Но мы решили создать еще один рейтинг и добавили 3 призовых места с гонорарами 100, 50 и 25 долларов. А также поощрительные гонорары в размере 5 баксов всем остальным участникам конкурса. Также всем участникам мы подарили по 4 курса от Unity3D School. В этом рейтинге игры расставлены в порядке привлекательности по версии unity3dschool.ru. Все их вы можете скачать и попробовать сами в каталоге на сайте. Ссылочка в описании. Победителем конкурса по версии сайта становится Александр Орловский, создатель игры Dark Solid, в чем я с ними полностью солидарен. Приятная графика, геймплей и минимум магов, креативное внедрение логотипа и достаточно свежий юморок, достойный оказаться на первом месте. Battle of Robots тихонечко сполз на второе место, благодаря графике и сложным продуманным уровням, а также креативным внедрением логотипа. Но третье место разделили сразу две игры, Souls и Robot. Игры абсолютно разные, но у них одинаковый хороший потенциал. Что ж, всем спасибо за участие и за просмотр этого видео. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные конкурсы и розыгрыши. С вами был Арталаски, пока! Субтитры сделал DimaTorzok